Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Радиоблог Игорь Цесарский и его замечательный гость. Игорь, привет. Да, привет, Серёжа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, сегодня очередной выпуск радиоблога «В такой хороший день». Почему он хороший, вы наверняка сейчас услышите. Очень скоро это будет. Пока представлю своего сегодняшнего гостя. Это мой хороший товарищ, мой коллега, сценарист, радиоведущий. Не просто радиоведущий, консервативный радиоведущий. Юра Дашевский из Нью-Йорка. Вот на консервативного он сразу среагировал. Юра, привет. Ну, конечно. Я же подписываюсь под великими русскими учёными, типа Иван Павлов, то все открытия. У меня Павловин. Рефлекс сразу. Игорь, я очень благодарен, что ты меня позвал. И я очень рад, что я начал у тебя довольно рано в своей так называемой радиокарьере с Чикаго разговаривать с одной из первых станций, которая поняла и приняла, приняла мою позицию. И это было очень мне приятно и замечательно. И, в общем, я с тех пор с вашей лёгкой руки, дорогие друзья, мастера слова и взгляда и мысли из славного города Чикаго, с которым меня связывают родственные узы. Дочь моя живёт в Чикаго. Поэтому я ужасно, ужасно рад ещё раз появиться у вас после довольно большого перерыва. Ну, спасибо, что ты появился. Не знаю, с чьей там лёгкой руки, но, тем не менее... Вашей, вашей. Да, всегда тебя здесь рады видеть, слышать. И, действительно, ты долго не появлялся. Ну, у нас, скажем так, такой процесс идёт бесконечный, что уже год где-то один-другой проходит, а ты не понимаешь, даже на каком-то полустанке находишься. Но давай-ка начнём мы с того сегодня, помимо комплементарности, какое-то очень важное событие. У нас сегодня день флага, у нас день рождения Дональда Трампа. И я думаю, что есть в связи с этим предмет вполне конкретный для нашего разговора. Кто до сих пор трезвый, такие два праздника, тот предатель, дорогие друзья. Да, мы отговорим и тоже начнём, да? Да, да, ну, я шучу, конечно, дорогие друзья, безусловно. Это, тем более, празднование день рождения Дональда Трампа со спиртным напитком. Это не то, ну, как бы, шутка, да? Не будем заходить с ней слишком далеко. Два знаменательных праздника, два знаменательных события сегодня. Это день флага, американский праздник. День флага отмечается с... Меньше года прошло с подписания Декларации независимости с 4 июля. Это практически было, как мы видим, в июне месяце 14 числа, когда был издан Конгрессом очень краткий указ о том, что Соединённым Штатам нужен флаг. На этом флаге будет 13 полос, красных и белых, и будет 13 звёзд. Опять же, будет синий фон, называется он Кантон, и на нём будет звёзд. Не было оговорено, как они должны располагаться совершенно, между прочим. И американская легенда, приходится сказать, что это всё-таки легенда, хотя она обросла совершенно конкретными чертами о том, что Betsy Ross в Филадельфии вышла буквально, вот не смыкая глаз, этот флаг. Но на самом деле всё было, видимо, по-другому. Она просто производила эти флаги, её компания, и она была там компаньоном, и она была там, видимо, дизайнером, и, видимо, единственной женщиной в руководстве. Но она тем самым знаменовала присутствие сильных женщин в американской политике. И ни один день, даже этот флаг, первый американский флаг, где звёзды располагаются по кругу, символизируя созвездие вот этих 13 штатов первых, этот флаг стал символом как начала американского существования, вообще американского способа жизни в мире, так и символом патриотизма, надо сказать, потому что сегодня в своём утреннем эфире я вспоминал о том, как... Несколько лет назад, не скажу точной датой, потому что не очень слежу за футболом, но некоторое время тому назад, больше чем три, меньше чем десять, Колин Каперник, некий футболист, встал на колено, выразив своё презрение к американскому патриотизму, к американскому порядку, к американской конституции, к американским полицейским, к американской армии, внешней политике, в общем, это стало символом отвращения ко всему американскому, сугубо началом вот нынешнего нашего расизма, я уже не знаю, какая это версия, 3.0, 4.0, я не знаю, какая это версия американского расизма, об этом тоже мы говорим, когда приходится выбирать ответ, вот этот большой палец, символ американизма, Как ваши дела? Окей, показываешь большой палец, оказывается, сейчас можно выбрать и белый палец, и черный палец, и желтый палец, и синий палец. Вот какой палец вам по размеру, такой вы и берете себе в ответе среди вот этих всех высокотехнологичных символов эмоджи, да? Ну так вот, Колин Каперник выразил свое фе, когда компания Nike выпустила кроссовки с символом с флага Betsy Ross, соответственно, 4 июля. И это всколыхнуло общественность до такой степени, конечно, эти кроссовки стали, как и положено при капитализме, коллекционной редкостью, они в продажу чуть ли даже и не поступили, или были сняты с продажи, потому что Колин Каперник, сам Колин Каперник, которого ни одна футбольная команда не хотела брать и до сих пор не взяла на работу, сказал, что это не годится, не пойдет. Ну, good. И вот такая вот история, вы такая история, понимаете, за этот флаг с тех пор написан целый ряд диссертаций. В основном, конечно, леваками, то есть только леваки на эту тему высказываются, потому что про вакам вроде у нас с тобой все понятно, у нас на это нет времени, нам за это не платят. Они пишут бесконечные диссертации о том, что американский флаг похищен, выкран теми, кто себя называет патриотами Америки. Больше настоящим американцам, таким как они, как Акасио Кортес, как Ирхан Амар, как Рашид Атлаиб, флаг им не принадлежит. Как только они видят флаг, у них начинаются конвульсии, судороги, по всему телу у них чесотка и, в общем, высыпание во всех местах, чего я им желаю искренне, конечно, и флага, чтобы у них им в руки, так сказать, в такой день. Ну, друзья, да, вот такой день, это раз. Юр, я бы хотел еще в экскурс небольшой, вот знаешь, наверняка от тебя это тоже памятно, был такой певец Дин Рид, мы еще жили в стране, которая Советский Союз называлась, и помнишь, он там безобразничал с этим флагом. Ну, нам это преподносилось, как здоровый протест против нехорошего американского империализма и так далее, прогрессивным певцом. Ну, прошли годы, мы оказались здесь, и тоже было разное, но, по-моему, это еще до Каперника, или Каперника, как уж он там правильно произносится. Не хочу его путать с Каперником. До Каперника ему как-то звезды. На съезде одной из партий, ну, вы догадываетесь, какой, начали жечь американские флаги. И вот тенденция, да, с одной стороны есть взаимосвязь между прошлым и выражением вот таких протестных каких-то моментов, а с другой, нынешняя жизнь, которая поставила на колени очень многих, вот я не знаю, ты следишь за чемпионатом Европы или нет, но как только кто-то на коленку садится, я сразу, допустим, выключаю телевизор. Да, я видел финал, там не по теннису, я, смотри, вчера добрался до тенниса только, я, как правило, просыпаюсь к финалу, знаешь. Но это тоже вот именно отношение. Как так случилось, на твой взгляд, вот как эта трансформация быстрая такая достаточно? Ты знаешь, это такой многокомпонентный процесс оказался. Во-первых, это полностью отдание на откуп или отъем практически леваками системы образования. Мы видим массу примеров этому, и мы видим, как вот сегодня я, в частности, большую часть своих программ посвящаю тому, чтобы понять, как мы там оказались, и чтобы люди отдали себе отчет, что это является навязанной им системой, что на самом деле ни один из тех людей, которые особенно вот русскоязычные топящие или топящие за либерализм и за демократизм, вот в кавычках наш, ну, без кавычек тоже, в Америке, это люди, которые абсолютно не живут по принципам социализма. В своей реальной жизни они хотят только, чтобы все остальные жили по этим принципам. Они делают это или по злому умыслу, или они это делают по тупости. Ну, начнем с тупости, да, потому что злой умысел — это как бы более высокая степень развития, чем тупость. Поэтому приходится признать, что, в общем, эти люди интеллектуально являются, ну, немножко поврежденными. Ну, что делать? Вот это присутствует. Потом идет многолетнее, я не знаю сколько, ну, не больше, чем две тысячи лет идет борьба с христианством. До этого шла борьба с иудейской религией, с иудаизмом. Когда появилось христианство, когда появился иудаизм, отношения были совершенно непростые, как очень многие слушатели знают по себе, наверное, или в книгах читали, если им не довелось испытать ничего подобного. Но, в общем, мы на сегодня пришли к пониманию того, что есть союз интеллектуальный. Если мы не бросаемся даже друг другу в объятия при встрече, то иудео-христианская цивилизация дала нам все, что у нас есть. Без исключения. Вот если нам что-то не хватает, тогда мы обратимся там к Корану, например, и мы обратимся к буддизму. Но все, что нам нужно для того, чтобы иметь крышу над головой, для того, чтобы нам иметь более или менее устойчивую семью, чтобы у нас была еда на столе, чтобы у нас свет был, вода была, канализация внутри дома. Это нам дала иудео-христианская цивилизация. За этим приезжают люди из стран, где проповедуют буддизм, приезжают в Америку. Из стран, где проповедует ислам, исповедуют ислам, приезжают в Америку. Наоборот, едут очень немногие, мягко говоря, да? Так что у нас есть вот этот баланс реальности, и люди нам говорят, что на самом деле все наоборот, но никуда не торопятся при этом. Они совершенно не думают. Вот как бы эта сумма обстоятельств привела к тому, что называется по-английски perfect storm. Плюс вышел человек, который сказал, что я это исправлю, я перехожу ко второму пункту. И над ним смеялись. А человек это говорил с первого своего появления в телевидении, когда ему было 30 лет. А сегодня ему исполнилось 75. И он все это время говорил одно и то же. В отличие от Байдена, в отличие от Обамы, в отличие от Буша, в отличие от Рейгана, в отличие от Клинтона, в отличие от любого политика, взятого сегодня в США. Любого политика. Даже святого Рузвельта. Ну, Кулич, да, допустим. Его кумир Кулич и его кумир, там, Эндрю Джексон, допустим, президент. Но ты понимаешь, куда я клоню? Сегодня день рождения Дональда Трампа. Дай ему Бог здоровья. Он сегодня та сила, вокруг которой объединяется то, что мы называем Республиканской партией. Это очень разная группа людей. Среди них достаточно... Не меньше спиногрызов, чем среди демократов. Не меньше ворюк, чем среди демократов. Не меньше людей... Ну, может быть, чуть-чуть меньше людей, которые ненавидят Дональда Трампа. Я говорю про руководящее ядро этой партии. Но они понимают, что без этого человека Республиканской партии нет в Америке. И Америки без этого человека, по большому счету, того, что называют Америкой, при всем нашем хорошем поведении, флагах, кепках, наушниках, разговорах по Ютубу, по радио, ее тоже нет. Нужен какой-то символ. Нужно какое-то воплощение. Это не бог. Это не царь. Но это в определенном смысле герой. Потому что ни один из людей, которые слушают эту программу, или думают, что они слушают эту программу, или мечтают о том, чтобы слушать эту программу, или знают кого-то, кто знает кого-то, кто знает кого-то, кто слушает эту программу, ни один из этих людей не отложит в сторону, допустим, минимально 4 миллиарда долларов и будет принимать ванну из экскрементов в течение вот этого якобы такого почетного и желанного поста президента Соединенных Штатов. Ни один человек это не сделает. Ни я это не сделал бы, ни ты это не сделал бы. Ну, сначала нам надо 4 миллиарда, а потом бы мы решали. Ну, понятно. Это вариант. И мы рассмотрим это. Мы рассмотрим. А вдруг? Ты знаешь, очень простую вещь, я не помню уже кто совсем недавно написал, вот на такие простые вопросы почему-то оппоненты очень нервничают и не отвечают, но действительно, ведь если вы ребята говорите, что социализм это хорошо, что его так или иначе строили в том или ином виде, в той же латинской, предположим, Америке, Куба, Венесуэла, то почему спрашивают люди, вот это все толпы не идут туда, где хорошо? Почему они идут туда, где плохо? Туда, где вот этот... Где расизм, где капитализм, американская военщина. Да? Почему? Мусульмане, их Америка бомбит, они едут в Америку, как это так? Евреи не ехали в Германию, когда немцы строили концлагеря, вот как-то это не складывалось, русские тоже не особенно торопились там в другие места, понимаешь, вот как бы вот такая есть когнитивный диссонанс, выражаясь научным языком, то есть мы думаем одно, говорим другое, делаем третье, планируем четвертое, и вот таков человек, таков момент нашего существования, он полон непримиримых противоречий, но достаточно есть реальных проблем, достаточно есть реальных историй, зачем выдумывать историю? Если я тебя сейчас спрошу, Игорь Цесарский, ты мужчина? Ну, мы не кавказские люди, чтобы задавать каждые пять минут этот вопрос друг другу, но мы... Я не хочу никого обидеть, опять же, на всякий случай. У тебя как бы возникнет или нет сомнения в моей умственной полноценности, или ты подумаешь, что это какой-то провокационный вопрос. На самом деле, я не имею права, исходя из твоей внешности, заключить, что ты мужчина, потому что вот это то, что нас учат сегодня леваки. Я не имею права, я тебя могу спросить, ты белый человек? Йора, беда не в том, что тебя уже на твоем десятке лет, мы с тобой на этом десятке, где уже нас ничему учить не надо, но ведь когда они учат буквально двух-трехлетних детей, вот тут начинается беда. Но они учат всех, они не дискриминируют в этом вопросе. Я понимаю, но... У нас они могут закрыть, детей они не могут закрыть пока. Ну, закрыть, но тем не менее, в любом случае, они пойдут далеко и строим со всеми этими вопросами, но хуже, когда они внедряют яд в детские головы, и эти дети потом, насколько сложно воспитывать их, ну, тем, кому, в общем-то, доводится это делать, потому что ведь пройдут какие-то годы, и они будут жить в убеждении, что у нас там 179 полов, ну и так далее, понимаешь? Ну, понимаешь, тут в чем дело же еще. Скажем, вот сейчас они говорят, сейчас гигантский аппарат, очень дорогостоящий аппарат управления государством. И по тому, как демократы строят свое хозяйство, они планируют растить государство, прибавлять государство. Вот, допустим, объявляют про этот 15-процентный налог, Байден объявил на все компании за границей. Ну, я не экономист, я даже не могу притвориться, что я экономист. Я знаю просто, почему, когда люди облагают налогом что-то, этого становится меньше. Это первый вопрос. Второе, что они делают с этими налогами? Одна женщина по имени Наташа, Наташа Ибрагим, по-моему, ее зовут, она выступала, простите, она выступала на совете по образованию в городе Кармел, Нью-Йорк. Я очень рад, когда Нью-Йорк попадает в новости по хорошему поводу. И ей говорят, мы здесь добровольцы, мы вот сидим здесь в заседании, она им высказывает вот примерно то, что мы обсуждаем, но применительно к детям и почему детей учат ненавидеть полицию, когда большинство населения в этом городе это полицейские, вот такой это городок, такой вот, ты моргнул и ты его проехал, типа, я там не был никогда, но я думаю, что это один из этих славных американских маленьких городов. она говорит, а, вы не получаете зарплату, но я плачу за эти стулья, я плачу за эту крышу, я плачу за этот микрофон, я плачу за эту тумбочку, за которой я стою, за этот пюпитр. Понимаешь? Все это сделано на деньги людей. Этого понимания у многих не хватает, особенно у тех, кто находится на той стороне, но они хотят вырастить государство до невероятного размера. А что происходит, когда у тебя государственная работа? Ты обязан ходить на тренинг. Если ты не ходишь на тренинг, а тебе там доказывают, что ты не мальчик, что ты не девочка, и что ты не кошечка, и ты не мышка, и как ты воспитываешь своих детей, рассказал ли ты своим детям о том, что такое critical race theory, критическая теория расы? Когда ты им это рассказал? А можешь ты принести нам видеозапись, как ты это рассказываешь? Нет, серьезно, есть же вот курс или нет, но вот есть такая форма достаточно давно уже, если вы хотите, например, получить скидку, чтобы вы прошли курс по безопасности вождения машины на страховку. Вам говорят, зайдите на этот веб-сайт, войдите, логин, время запишут, и вы должны быть в этом, в это видео посмотреть. В конце, там будут, по всему этому видео, будут рассыпаны всякие штучки. В конце у вас спросят, а вот это вы видели? Если А, то нажмите здесь, если Б, нажмите здесь, если в лице, нажмите тут. И вот это все расписывается. То есть ты как бы предполагаешь, что ты все это посмотришь, а не просто пойдешь спать и без пяти минут ты врубишься и скажешь, что все окей, посмотрел, получил свои там дискаунт свой на страховку. Кто мешает, чтобы это внедрить в плане тренинга? Никто. Никто. Распишутся все судьи под этим. Скажут, ничего себе, ну тебе не нравится, у нас капитализм. Все, иди ищи другую работу. А где ты будешь искать, когда все государственное? Это было при советской власти. Я напоминаю, тем, кто не жил или не успел насладиться, мало жил при советской власти. Вот это было. Ты не хочешь, вали отсюда. А куда ты пойдешь работать, нет. Американец, я говорил с людьми, они не могут понять этого. Вот многие люди, они не могут понять, как это, что значит, твои родители работали на коммунистическое государство? Я говорю, потому что не было ничего другого. Не было просто возможности работать человеку, у которого есть определенные образования. Да, если ты копаешь канавы, ты можешь ходить с лопатой из дома в дом и говорить, я могу вам выкопать канаву или почистить вам туалет. Но если ты имел в виду выучиться там, допустим, на тренера по теннису, как мой папа, или как на преподавателя английского языка, как моя мама, ну, ты будешь учить дома, это запрещено было. А государство тебя начинает школить, и государство тебя начинает приводить к общему знаменателю. Поэтому я как бы к бунтам не призываю особенно, но я хочу, чтобы все делали очень небольшой вклад, очень небольшой вклад в своей жизни, в будущее, своей, своих детей и американского государства, которое прилетело не только нас, но и многих, многих, многих других. Мы, естественно, русскоцентричны, так сказать, в своих меню и в своих предпочтениях. Мы обсуждаем Пушкина, и мы обсуждаем Гоголя, и Достоевского, и так далее в частных беседах. Но надо понимать, дорогие друзья, что мир стоит благодаря Америке, не благодаря России и не благодаря Китаю он стоит. Потому что все эти страны думают только о переделе мира. Что такое передел мира? Это война. Америка, при всем при том, что мы будем сейчас вспоминать Джорджа Буша-младшего, Афганистан, Ирак и всякое такое, Америка не хочет вот этого вот передела мира. И Афганистан не хочет передела мира, между прочим. И Иран не хочет. У них есть как бы своя поза, у них есть своя бюрократическая воинственность, но на самом деле это все просто вот стремление раскачать лодку и заработать дивиденды на биржевых колебаниях. Да, ну, мы видим, что лидеры, так называемые лидеры, так называемый 46-й, так называемый лидер свободного мира, он в общем-то вообще не при каких-то мыслях о чем-либо, потому что, ну, понимаешь, как бы мы в общем-то не находили какие-то извинительные фразы, но понятно, что он человек, который, в общем-то, как некая витрина стоящих за ним вот этих самых кукловодов, которые непонятно, вернее, понятно для них, куда они хотят нашу страну привести. И вот это все не вселяет большого энтузиазма, с другой стороны, мы все-таки не хотим впадать в какой-то такой пессимизм и говорить, что все потеряно, спасайся, кто может, нам, может Маск нас отправит на Марс, а может мы еще куда-нибудь мы денемся и так далее. Но, как оно будет, Юрий, я не знаю, а пока я знаю, что у нас есть с тобой несколько минут, чтобы передохнуть и, возможно, принять какие-то звонки наших радиослушателей. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу Радиоблог. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать вопрос и получить на него ответ. Игорь, давайте напрямим первый звонок. Да, только я напомню, что с нами Юра Дашевский из города Нью-Йорка, города Большого Яблока. Итак, слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Я поздравляю вас с днём рождения нашего Трампа и с свадником флага Соединённых Штатов. Юра, вы сказали о том, что вся надежда на Трампа и что все республиканцы, даже те, которые из стеблишмента, они дважды в прошлом шестнадцатом году и в прошлом году предали его хорошенько, будут на стороне Трампа, а вот можно ли надеяться на это, что они всё же его поддержат в двадцать четвёртом году и как они себя поведут в следующем году, когда уже вот-вот выборы в Конгрессе и Сенат на носу. Что-то не видно, чтобы было какое-то оживление, а вот я помню, когда первые годы правления Трампа демократу очень активно ввели, хотя они были в оппозиции, очень активно ввели себя в Конгрессе и в Сенате, и это им помогло завоевать Сенат и Конгресс через два года после правления Трампа. Спасибо за ваш вопрос. Юра, пожалуйста. Вы знаете, это, конечно, сложный вопрос, который вы задали, потому что ситуация всегда очень текучая. Нет, вот, я считаю, одна из причин того, что мы видели президента Трампа в основном, я бы сказал, 99,9 случаев, мы его видели энергичным, потому что для него процесс важнее, чем результат, то есть результат он знает. Америка, Make America Great Again, да? Не знаю, меня видят сейчас на видео, у меня на кепке это написано сейчас, я перед вами. Ну, кто смотрит, конечно. Да, кто смотрит, видит, да. То есть вот это главный результат, все остальное это процесс, процесс, который имеет очень много движущих частей, больше, чем, я бы сказал, проект Илона Маска по полету на Марс или куда он соберется. Это безумно тяжелая процедура, потому что есть международная политика внешняя, есть внутренняя, есть враги тут, враги там, друзья. Но главное, я как бы вот, была такая фраза, я подумал, что на нее мне надо будет опереться, когда я буду вам отвечать, это о том, что на Трампа вся надежда. Нет, не вся надежда на Трампа. Трамп это стержень, понимаете, помимо стержня есть еще мы с вами. Очень мало людей голосует, очень мало людей голосует по существу. надо использовать то, что у нас сейчас есть. У нас есть выборная система, система выборов в Соединенных Штатах. Когда голосует 62% населения в общих выборах, это недостаточно. То есть, должна быть ошеломляющая победа. А если вы посмотрите, если вы будете судить по тому, что происходит сегодня в американской жизни, буквально вот сейчас то, что происходит в американской жизни, по CNN и даже по Fox News и по любой программе, вы все равно не получите полной картины. Для того, если вас интересует действительно полная картина, ну, я, конечно, беззастенчиво должен сказать, что надо слушать больше Игоря Цесарского, его гостей, а также следить за гостями, потому что они иногда за пределами программы Континент ТВ-клуб тоже что-то говорят. Но мы, в общем, привлекаем внимание к тем процессам. Вот я, в частности, опираюсь всегда на то, что я хочу, чтобы люди в день выборов захотели вылезти из кровати и, может быть, даже одеть носки, если погода к этому это подсказывает. А потом одеть брюки и платье, и причесаться, и почистить зубы, и пойти проголосовать. Потому что, если не будет вашего тонуса, никакой стержень не поможет. Никакая агитация никому не поможет. Никакие листовки, разбрасывая их с вертолета, посылая их имейлом, не помогут. У вас должно быть настроение жить в Америке. Все. Юр, скажу я тебе на это тоже. Мы все четыре года как правление Трампа говорили про диван тот самый. Ну, может, про носки и не говорил я, но про диван точно, чтобы пятую точку с него поднимали и так далее. Не я один, естественно. Вот на народной волне Сережа Зацепин об этом говорит куда чаще, потому что он ежедневно в эфире практически. Вот. Это мы говорим. Но ты понимаешь, какая вещь возникла у людей вопрос в первую очередь. Ну, все понимают, что с этими выборами был не просто непорядок, их фактически украли. Все понимают, что эта система подсчетов и так далее не просто несовершенна, она на уровне, я не знаю, стран третьего мира, о чем сказал сам Дональд Трамп. И поэтому многие думают, что а сколько бы мы не проявляли активности, что бы мы ни делали, все равно это коту под хвост, потому что ничего мы с этого не получим, они опять смухлюют и прочее. У тебя есть ответ для таких? Да, у меня есть ответ, если кто-то верит в 28 панфиловцев, например, Александра Матросова или капитана Гастелло, вот это та же история, можно было свернуть, можно было не закрывать ДОТа или ДОТа, и можно было притвориться, что мы лежим уже убитые, присыпать себя землей или снегом там. Если вы на этом выросли, друзья, вот это тот случай, а у тех, кто вырос на других примерах, у них другие есть символы к этому, просто не сдаваться и все, если у вас силы, не сдавайтесь, если нет у вас сил, значит, не мешайте, участвуйте деньгами. Вот и все. И плюс еще не забывайте, что есть необязательно Конгресс, Сенат, только те люди, которые в Вашингтоне сидят. Есть местные Конгрессы и Сенат. Что творится в Аризоне сейчас, посмотрите, какой там прессинг идет. Поймите, что когда вы в новостях видите, генпрокурора ли, или министра юстиции Соединенных Штатов, который выходит, и он начинает говорить, мы, глядя на то, что происходит сейчас в Аризоне, решили, что нужно правила сделать более гуманными и более добрыми, и чтобы все могли голосовать, и чтобы добрые собачки и добрые кошечки тоже вас сопровождали и имели возможность такие маленькие бюллетени заполнять маленькими, маленькими ручечками, потому что они же родились в Америке, эти кошечки, они имеют право голосовать, потому что кошки, деревья тоже люди. То есть это все движения в американской жизни, навязанные леваками, ребята. Ну да, ну и, скажем, на кладбищах тоже люди, которые когда-то жили, когда-то голосовали. Да, и в Аризоне, когда они делают вот такие демарши с привлечением законов, унижений, доброты, там всех этих вещей, означает только одно, у нашей стороны что-то получается хорошее. По другому поводу они свою задницу, они тоже люди, они не хотят лишний раз вставать, они свою задницу из кресла не поднимут. Когда их выгоняют оттуда пинками, говорят, иди скажи что-нибудь там им, а то они смотрят, что делают. Вот велитени заканчивают подсчитывать. То есть не подсчитывать, а делать ревизию. И параллельно, естественно, мы будем знать чисто. И там уже это идет к концу процесса. И мы вот-вот должны... Да, и очередь из штатов, которые хотят, чтобы у них то же самое произошло. И даже в штатах есть определенные подразделения, так сказать, графства, как их называют у нас, counties. И два counties, например, из этого Орегона, где не прекращается в Портленде вот эта вся, я не знаю, как это назвать, армейский словом, порнография, но это, конечно, привлечет слушателей, я понимаю. Но два counties сказали, мы уйдем. Мы уходим в соседний штат. Мы не хотим быть частью, по-моему, Вайдаха, да, там рядом. Мы уйдем Вайдаха. Все, goodbye, Джонни. Идите. Вам нравится вот это вот картошку жарить на костре посередине главной улицы города? Идите, жарьте свою картошку и не трогайте нас. Все, у нас goodbye. Потом в других местах, сейчас я не вспомню, где, буквально вот вчера это было, они сказали, что два, опять же, counties, у меня бывает, я не могу более крупную географическую единицу вспомнить, в каком штате это произошло, но они сказали, у нас будет конституционный порядок. А конституция говорит, что мы не должны брать ни у кого разрешение, чтобы реализовать нашу первую поправку, и мы не должны ни у кого брать разрешение, чтобы реализовать нашу вторую поправку. мы имеем право иметь оружие без лицензии, без ничего. Мы пойдем и купим ее, потому что это наше право. Если кто-то к нам приходит, мы будем считать этих людей нарушителями Конституции США. Если к нам приходят, например, федеральные какие-то кадры и говорят, что вы не можете это сделать, мы к ним будем относиться так, как мы бы отнеслись к людям, пришедшим к нам практически с нарушением конституционного порядка Соединенных Штатов. Вот такие вещи происходят сейчас в Америке. Я не знаю, это называется по-английски pushback. Pushback неоднократно применялся, то есть толчок, толкаем в обратную сторону. И президент Трамп научил во многом этому pushback. Потому что в бизнесе, как мы понимаем все, а мы участвуем в бизнесе, даже если мы думаем, что мы не участвуем, мы все равно как-то переговариваемся друг с другом. И мы понимаем, что если ты просишь 500 процентов, то есть то, что тебе нужно, а получишь всего, допустим, 10 процентов из того, что ты можешь использовать, тебе тоже не будет так уж плохо. Или ты получишь пять раз меньше, так ты получишь все, что ты хотел. То есть ты всегда просишь больше, получаешь меньше, отстаиваешь свою точку зрения. Если уж совсем мало получаешь, конечно, надо менять стратегию. Но в принципе люди говорят об этом, ну, может быть, 100 процентов они не получают, они получают 70, 20, 40, 30, смотря на что они как бы рассчитывали. Но Пушбек абсолютно необходим. Да, это точно. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то информация на тему той платформы медийной, которую Трамп все-таки обещал создать, почему это крайне важно даже объяснять не надо, ведь на фоне мейнстримовой прессы, телевидения и прочих-прочих, и продажной в том числе и Факс Ньюз, и в общем-то наличие такой платформы, где бы консерваторы могли себя чувствовать как дома у себя и рассказывать то, что считают нужным. Как ты знаешь ли, что-то что-то делается? Кто спрашивает, я хочу знать, это Заккерберг спрашивает или Дорси? Кто задал вопрос? Дорси или... В данном случае Цесарский тебя спрашивает. Цесарскому я отвечу. А те два пускай мучаются. Те два пускай в неведении живут. Ты понимаешь, что происходит в голове Дональда Трампа, сказать трудно в плане вот деталей подобного рода. Сегодня открыть платформу эту проще простого. Если скажешь, что там будет Дональд Трамп, все туда придут. Да? Купить какую-то платформу или стать партнером в платформе типа Гэб или типа Миви или в общем Телеграме где угодно. Найдется кто-то, кто захочет Трампа иметь там и Трамп принесет деньги на эту платформу. Безусловно. Но идея заключается в том, чтобы передавить существующих мерзавцев. Вот их нельзя им оставлять. Понимаешь, как мы оставили Россию сталинистам, да, в значительной степени. Ты вообще не думал, наверное, когда ты уезжал, что такое количество будут за Сталина и отрицать ГУЛАГ, например. Откуда они все повылазили? Кто их воспитал? Ну, во-первых, никуда не девались, давай с этого начнем. Это как бы нормально, я как раз ожидал всего. Все эти разговоры о демократии и прочем. Я даже не хочу в это углубляться. Да, я не так мудр, как ты. Нам не хватит времени. Ну, вот ты упомянул вот эти платформы, в частности МИВИ. Ну, вот я пробу такую сделал, я уже об этом говорил, ну, вот, еще раз повторю. к сожалению великому это пока платформа очень сырая и я не хочу слова никакая говорить, может они разобьются, но пока там присутствие там, оно не дает никаких ни для бизнеса, как говорится, поинтов и ни для чего другого. А это означает следующее, что, помнишь, было поветрие, давайте все плюнем на этот Цукерберговский фейсбук. Но мы-то там с 7-8 года, и там наработаны... плюнут на него. А? Пусть они лучше на него. Пусть они лучше, да, они и так нам стараются там жизнь не облегчить, а усложнить. Но вот получается, что действительно мы там, да, должны присутствовать и по-любому высказывать то, что мы высказывали бы на любой другой платформе. Оставлять территорию нельзя, конечно, это правило одно, оно и в повседневной жизни, и в военном деле, и в партийном строительстве, так сказать, присутствует. Но ты понимаешь, мне кажется, что вот учитывая опыт и фейсбука, и твиттера, и инстаграм, мивы, мне кажется, они технологическую сторону осилили, но они очень плохо понимают то, что называется по-немецки zeitgeist, дух времени. Всегда есть ответ. любого, ты думаешь, что нет ответа, какой же ответ, и тут кто-то раз и выходит с этим ответом. Думаешь, какой тебе стоп купить, и ты не знаешь, и все такие плохие, и все такие дорогие, и все такие ненадежные, и вдруг раз кто-то прочухал, и купил, и заработал. Та же самая история, мивы, или это будет привлечение какой-то системы создать свое шоу. Почему люди вдруг бросают смотреть Fox и начинают смотреть Newsmax, например, потому что они привлекли ярких людей. Экран один, вот мы с тобой общаемся на экране, на этом же экране через там сколько минут у нас, через 10 минут появится, если вдруг люди решат переключить канал, они увидят там, я не знаю, собачек и кошечек, они увидят graduation своих друзей, они увидят новое израильское телевизионное шоу про потрясающий Моссад и мерзавцев-палестинцев. Все они увидят на одном и том же экране, вот они его носят с собой, этот экран, они его не выпускают из рук. Я в основном на телефоне слушаю радио, я честно скажу, я радиоманьяк, я люблю радио, я люблю умный американский комментарий, поверьте мне, на английском языке, да и на русском в общем-то нет недостатка в том, что ты можешь услышать и масса людей, которые территориально не находятся в Америке, такие как Латынина, например, Юля, или такие как Веллер Михаил, они всегда, или Марк Солонин, все люди, как бы ты, у тебя нет ощущения, мягко говоря, зря потраченного времени, да, ты вышел с чем-то новым, ты пришел один, ушел другой, и ты себя больше за это как бы почитаешь. Ну и мы стараемся так или иначе вот подобных ораторов вытягивать на свои шоу, чтобы их, по крайней мере, их не услышали, но тем, кто, в принципе, у кого нет проблем языковых и так далее, есть Марк Левин, есть Шапир, есть Глайнбек, то есть масса... Немало, совершенно, стейкл замечательный, Ньюзмакс очень хороший, Грег Келли и Кэндис Оуэнс, очень многие в нашей общине ее уважают, если говорить уже так, чтобы никого не обижать, но, но, в общем, стар пауэр, это не пустые слова, вот это звездная мощь, которую ты можешь привлечь, потому что у тебя этот гость и у тебя тот гость, и они тебе предлагают, им сделать шоу, и предлагаешь им долю в прибылях, или в прибылях, или в прибылях, ну, в общем, так или иначе, они заинтересованы, они понимают, что они вот не вынут кусок хлеба изо рта своего ребенка, участвуя в своем проекте, а будут что-то в этом зарабатывать, предъявлять семье, говорить, вот смотри, я был на этом шоу, у нас такое количество зрителей, хотя бы на этом уровне, как бы отчитаться перед родными за украденную их хлебу. Понимаешь, мы как бы все в этом, и я всех, кстати, друзья призываю, я об этом говорю, иногда, потому что это не первая моя мысль, когда я встаю утром с постели, но подумайте, с чем вы можете выйти на интернет и рассказывайте о своей жизни, рассказывайте о своем опыте, рассказывайте о хороших вещах, только делайте это честно, и у вас будет просто исключительная возможность упражнять свой мозг, раз, что с годами становится просто необходимостью, а второе, вы увидите, как ваши идеи формируются под воздействием тех, кто вас слушает, и они с вашей идеей станут только лучше, если вы не откажетесь от этого сказать, что мне моя идея дороже, чем мнение любого человека о том, что я говорю. Выходите на YouTube, пока это можно, выходите на Facebook, пока это можно, если вы будете говорить по-русски, по-русски на вас будут, может быть, стучать, а может быть, не будут стучать, потому что робот вас не будет ловить, ловить вас будут только свои. русскоязычные тролли, которые это делают, опять же, или за деньги, или за повеление души. С этим, вот как ты говоришь, просыпаюсь утром, просыпаюсь утром, захожу в Google AdSense, который фиксирует те или иные наши тексты на предмет возможности ставить туда рекламу, и нахожу, что у нас аж семь сегодня материалов, которые не соответствуют их стандартам, и, соответственно, я должен проделать процедуру снятия оттуда всех реклам. Причем, некоторые из этих текстов не вчера опубликованы, а они постепенно к этому приходят. И, в общем-то, условно говоря, платформу эту, как ты правильно заметил, уходить мы ниоткуда не собираемся, но при этом вот тем самым они наступают на свой бизнес, если они закрывают возможность для таких текстов. Но тут я думаю о том, что насколько вот эта система работает в ту самую сторону, ну, мы уже возмущались, сколько раз мы можем возмущаться, что Дональда Трампа за ему Твиттер закрыли, ему Фейсбук закрыли, а Аятала и прочие это имеют, и любые бандиты, и прочие подонки спокойно этим пользуются, и никто, как говорится, на эту тему не вякает, не вякает, и всем, всем, всем вопросов нет. Это, вот в этом маразме мы сейчас живем. Конечно, мы, то, о чем мы сейчас говорим, это вопрос, когда переломится эта ситуация, мы ждем этого, несомненно, и что-то делаем. вот, есть у тебя ощущение, что, вот тут много говорят, вот этот образ, там, до дна мы уже дошли, коснулись ли его или нет, вот как у тебя ощущение, что уже мы... Ну, ты знаешь, только сейчас происходит кусочничество, да, вот с нашей стороны, у нас нет такого, скажем, президента, который принял бы кардинальное законодательство какое-то, касаемо финансовой жизни страны, или внешнеполитической линии страны, поэтому мы сейчас как бы вот раз происходят вот эти мини, они не мини, они на самом деле грандиозные, вот скандал с Фаучи, например, да, немножко людей отвернулось от Фаучи, да, потом скандал, допустим, с этими четверкой, этой боевой, этой квадригой, клячь этих, садьбцами апокалипсиса, Ильхана Марта, Рашида Талиб, и так далее, и так далее, их там больше, чем четыре уже, ну, черт с ними. Да, вот их начинают там немножко пошлепаться, Нэнси Пелоси их боится, Чак Шумер их боится, Байден хужеет на глазах, Камала Харрис не поехала на границу, опять несколько человек отвернулось от нее. Вот из-за вот этих мелких вещей происходит какая-то аберрация и поправка, адаптация Фейсбука, в частности, например, Фейсбук перестал закрывать тебя, если ты говоришь, что это китайский вирус, по-моему, там такой, да, или китайский коммунистической партии. Вот это пример того, как они вынуждены, они вынуждены все-таки делать, потому что какой-то человек, который дает им деньги, потому что деньги им все равно нужны, какой-то крупный рекламодатель, или член Совета директоров, выдвигает такую рацею, что, ребята, слушайте, ну, вот действительно, уже совсем нельзя всех за дураков держать. Мне позвонил там Абраша, Абраша мне сказал, что я против Трампа, я Трампа ненавижу, кушать не могу, как говорит русская классика, да, такая личная неприязнь у меня. Но все-таки вот такие же вещи нельзя делать, поэтому я предлагаю вам все-таки это вот умерить чуть-чуть. Они говорят, есть, хорошо, сделаем, си, си сеньор. И они убирают какие-то напряги на публику. То есть они делают и пиар, типа шаг такой навстречу населению, шаг навстречу, так сказать, думам и чаяниям, вот мы сближаемся, не думайте, что мы только на конфронтацию нацелены, что мы хотим республиканцев и консерваторов уничтожить. Нет-нет-нет. Вот это они делают. Понимаешь? Вот сейчас такой процесс. Юр, заметь, что Камалу вы пороли тоже отнюдь не эти консервативные средства массовой информации. Свои же? Вот понимаешь, в чем дело, для меня вот говорить, я не всегда, то есть я уже не соглашаюсь давно с тем, что, то есть Байден, доктор Байден и Джо Байден, они, Джок, как его называют, Джок Байден, да, они являются, то есть да, они, конечно, подставные, но и тот первый ряд, который мы за ними видим, он тоже подставной. Камала Харрис не может быть человеком, который в силу своих достоинств, умений, образования и так далее, дошел до поставицы президента. Ее первую выбросили с этой сцены. Ее позвали, потому что Байден и она, это просто клячи с помойки истории. Две. И им легче всего манипулировать. Вот эти сумасшедшие там, Инзлей, кто там еще был, Яндрю Ян, который сейчас может стать мэром Нью-Йорка, потому что вообще, как бы он, остальные отсеялись, кто маломальские следы здравомысля демонстрировал, а их тоже закопали. То есть там не было с самого начала, достаточно много, в общем, они все мерзавцы, как бы мягкие или жесткие, или твердые, но в общем-то они, эти люди, за ними кто-то еще стоит. Джон Керри, что Джон Керри в своей жизни, кроме как жениться на богатой женщине, совершил? Абсолютно ничего. Что сделал Барак Обама, когда его объявили о его сенаторстве, начале его кампании в доме, не только он террорист, вот этот вот, опять же, Чеховский этот штым. Мы уходим, да, за... Юра, Юра, Юра. Что? Как ты заговорил про Обаму, сразу время забылось, и... А мы выходим из эфира, но мы обязательно продолжим, дорогие друзья. Юра Дашевский был с нами. Юра Дашевский, Шахерезада. Смотрите его подкаст, и будьте здоровы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин